всем привет немного сумбурный ролик на тему как делать restream и вообще мультистрим все что угодно короче для начала заходим на сайт restream соответственно регистрируемся на этой платформе и после осуществляем вход все ссылки будут в описании под видео здесь же мы входим получается на свой twitch аккаунт на свой youtube канал или на любую другую платформу на которой вы захотите также пристримить забегая вперед наверное вы будете стримить на twitch youtube поэтому давайте разберемся сразу как у нас будет это выглядит с youtube и так мы теперь переходим на творческую студию youtube другие функции и после прямые трансляции после чего мы нажимаем запланировать новую трансляцию и здесь мы указываем название своей трансляции плюс можем ввести какие-то теги то есть название игры там какая-то тема , котики , ну и дальше вы уже поняли ну и конечно же не забываем о расширенных настройках написать название самой игры после мы можем добавить картинку к нашей трансляции и выбираем поток я лично выбираю однопоточный и не забиваю этим голову после мы сохраняем изменения и заходим обратно в истрим здесь же мы нажимаем на шестеренку на ютубе и выбираем события но это еще не все теперь мы выбираем ключ потока с правой части нажимаем скопировать и заходим в программу где непосредственно вы будете вести стрим лично я делаю это через стрим лапс вы можете делать это через образ или через любую другую программу здесь же мы выбираем свой сервис который мы себе выбрали в нашем случае это ристрим нам нужен который выше faster than light нам не нужен и если честно я не разобрался как он работает после чего мы вставляем ключ потока из ристрима в свою программу где мы будем вещать и теперь мы готовы стримить но единственная проблема что нам теперь нужно читать чат лично я чат читаю через ристрим чат ристрим можно кстати скачать на этом же сайте в общем у него довольно простой интерфейс и я думаю вам понравится сразу как мы скачали ристрим чат наша задача зайти в настройки внешний вид и после нажать опцию где он запускается у нас поверх окон и то что мы можем с ним взаимодействовать через control или любую другую клавишу который вы там захотите выставить после чего мы нажимаем на вставку в стрим и копируем ссылку теперь мы заходим обратно в свою программу нажимаем добавить новый источник и нажимаем браузер после чего мы его как-то называем вставляем уже непосредственно до свою ссылку и вуаля теперь вы можете видеть что вам пишут теперь все что нам нужно когда мы уже ставили ключ потока выбор или платформу сделали чат нажать что мы хотим стримить в моем случае это голайф вашем там может быть начать стрим или что-то еще написано но в любом случае я думаю я вам хоть как-то помог а на этом все всем спасибо кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь и да пока пока